Мы с вами вновь возвращаемся к моду Rise of Russia, вы достаточно хорошо восприняли прохождение за Николая и в комментах предлагали заценить Украину по пути Махно. Как мне написали, для этого надо сесть во втором сценарии, дождаться где-то 1918 года и там можно будет выбрать дальнейшую судьбу нашей с вами страны. Со старта мы никакой фокус брать не можем, но при всем при этом страна у нас сделана, у нас очень много национальных духов, островок с самодисциплиной, слабое культурное влияние, недостаток украинских офицеров, земельный вопрос, здесь у нас бонусы против центральных держав, дальше у нас столкновение с поляками, отсутствие ясной социальной программы, дезорганизация управления и столкновение с евреями. Правит нами Михаил Грушевский, ну и мы являемся с вами либеральным социализмом. Кстати, вот мне интересно, вот тут написано, что у нас недостаток украинских офицеров, но при всем при этом у нас очень классные генералы и фельдмаршалы. Во-первых, заценим тех, кого я назначил, это первый уровень 3-3-3-3 показателя. Фельдмаршал, петлюра, первый уровень 3-4-3-3 показателя. Ну и собственно других вы тоже можете заценить генералов, которые у нас есть, они очень и очень хороши, надеюсь они помогут нам отстоять свою независимость, ибо как минимум сейчас мы воюем против центральных держав, а потом скорее всего еще и Советский Союз на нас пойдет. У него тут есть свое интересное древо, и кстати напишите, может быть его стоит заценить? Я ни разу здесь не играл именно за РСФСР. У него вроде как неплохое древо, при том после Союза ССР здесь еще какое-то, скорее всего, событие, может быть новое древо пойдет. Так что, наверное, здесь контента тоже немало. И вот у него, кстати, фокус, борьба с контрреволюцией. Видишь, Украина произойдет события, вот войск РСФСР в Харьков. То есть он на нас, скорее всего, как-то будет действовать. А так, пишите мне по поводу Советов, мне интересно. И может быть других стран, которые из Советов как-то выделяются, или еще как-то восстают, ибо я с модом реально мало знаком. И кстати, давайте посмотрим вместе с вами второй монитор для записи, а также для стримов. Зайдем для этого на Е-каталог, пишем здесь Мониторы, и нам открывает все их многообразие. Здесь для удобства можно определенного производителя взять, цену, которую мы с вами готовы отдать за это произведение искусства. Также выбрать, конечно же, игровой монитор, в частности, либо просто обычную нужную диагональку и другие характеристики. Давайте сейчас я поднастрой, и посмотрим, какие нам варианты предложат. В итоге здесь 20 моделей нам подобралось. Теперь уже полегче будет выбрать окончательный вариант. Но пора все равно бывают сомнения между двумя-тремя позициями. Для этого можно как раз отправить сравнение. Давайте парочку отправим туда, на которые у меня как раз глаз упал. Потом можно перейти как раз в сравнение и посмотреть. Все три монитора в характеристике, в удобной таблице сравниваются. Мы сразу же сможем заценить, у кого лучше частота смены кадров, яркость, глубина передачи света и все основные характеристики. Тем самым подобное сравнение нам поможет наконец-то остановиться на определенном варианте. Давайте вот это вот посмотрим поподробнее. Здесь у нас, опять же, дополнение можно характеристики изучить. Кроме этого, заценить отзывы от покупателей, посмотреть плюсы или минусы. Ну и, конечно же, самым приятным плюсом является сравнение цен. Вы видите, да, от 17 до 24 тысяч. Разброс огромный. А ты просто на e-каталоге жмешь сравнить цены и тебе выдают, в каком магазине данный товар можно купить дешевле. И вот так вот легко и просто себе можно найти товар по выгодной цене. Так что заглядывайте на e-каталог по моим ссылкам в описании и радуйте себя обновками. Ну, конечно, я хотел по пути Махно пойти, но так как этот путь был написан просто общими чертами, что даже виды такого-то времени выйдет Махно, то я, естественно, выбрал что-то не то, и у нас будет совершенно новый путь. Но могу вам сказать заранее, он весьма интересный, и надеюсь, вы им насладитесь. Более того, он выйдет таким необычным, и финал прям... Ух, такой, что вряд ли кто-то из вас даже предугадает. Кстати, можете попытаться, и мало ли, вы угадаете то, что будет в финале данного прохождения. Пишите, и тот, кто угадает, попадет в ролик. Сейчас давайте наслаждаться вместе с вами судьбой Украины. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут с фронтами вообще творится. Во-первых, по снабжению. Вот здесь хороший узел, здесь немного далековато, но здесь есть узел. То есть держаться мы, скорее всего, по границам с вами сможем вполне себе. В целом, вообще, ага, посмотрите, Австро-Венгрия воюет с остатками Румынии, и эта Румыния в скором времени может капитулировать, и у нас вот здесь вот еще будет один дополнительный фронт. Можем просто тогда прийти и вместе с ее армией стоять здесь и помогать защищаться. Это было бы неплохим решением. А так, у нас с вами 23 дивизии. Шесть из них это просто милиция, которая мало на что способна, у нее даже защиты нет особой, и несколько пехотных дивизий, притом с разной шириной, где-то 31,5. 31,5? Серьезно, вся 31,5? Вау! Подожди, это просто куча дивизий разных. А, нет, они все-таки разные. Есть и кавалерийские, есть и разнообразные пехоты. А, нет, они все такие. Окей, то есть это пехота чисто из пехоты и пушечной артиллерии. Их очень-очень много, мы не можем их удалять, мы не можем их менять. Скорее всего, они завязаны на скриптах, поэтому нам ими не дают руководить. Единственное, у нас есть вот эти вот шаблоны, которые мы можем самостоятельно обучать и изменять. В общем, выставляем мы их все тогда на границу. Здесь выбор у нас не особо-то такой большой. Сделаем здесь линию обороны. Пока, наверное, до сюда. Посмотрим, что нас там будет ждать с Румынии. Может быть, что войска иначе переведем. По производству я выставил все на пехотку. У нас Первое мировое как раз снаряжение. Не хватает нам немножечко стали. Давайте закупимся. Выбор, конечно, огромный. У Швеции тогда. Ладно, будем с ней отношения налаживать. И у нас с вами 14 из 24. То есть у нас поездов маловато. Давайте реквизируем немножко, чтобы у нас были запасы. Ну и запускаемся. По поводу, кстати, экономики. У нас интервенционализм, минимальная регламентация. Здесь и безоруженная нация. Сверху у нас с вами парламентская республика, унитарное государство, некодифицированная конституция, многопартийная система и нейтральная внешняя политика. Как я понимаю, в будущем мы все это еще не раз поменяем. И во-во-во-во-во, сколько всего пошло-то смена власти в России, нам сообщают. Так, у нас вооруженное восстание. И нам предлагают с кем-то за кого-то, да, пойти. То есть мы можем подождать исходы этого противостояния вместе с русскими частями против большевиков, либо же вместе с большевиками против русской армии. Но, во-первых, пока еще никакого противостояния. Я так понимаю, рано или поздно оно просто начнется. Давайте посмотрим. Я не знаю, как идти точно к пути, но, наверное, все-таки посмотрим за тем, что будет. Пока никуда не будем врываться. Будем аккуратненько стоять и наблюдать за тем, что в мире это происходит. Ну и давайте пакт о ненападении нам тут все предлагают. Будем за мир, за демократию. И вопрос. А, в Альянс нам не дадут вступить. Здесь просто запрет, да, на идеологию либерального социализма. Жалко, так-то могли бы объединиться вместе в одно целое. Но нет, не судьба. Здесь вроде как Румыния тоже держится. Я не знаю, есть ли смысл здесь атаковать. Мне кажется, рано или поздно здесь просто скриптовый мир будет. И нам так или иначе все равно передадут землю. Независимо от того, есть ли у нас вклад или нет, он у нас равно нулевой. Вряд ли мы его выбим. Давайте лучше посохраняем наших людей. У нас всего-навсего 930 людских ресурсов. Так что явно в атаку сейчас будет идти не вариант. Так, у нас тут восстановление порядка. Смотрите-ка, прописывается в ноябре 17-го. Выполняем фокус ККОР. Политическая власть плюс 0.25. Я не знаю, кстати... А, это все автоматически будет. То есть разогнатие советов, продолжение войны, мирные переговоры и противостояние с большевками. То есть это все будет, скорее всего, на скриптах, и мы будем решать будущую судьбу нашей страны. Ну давай, посмотрим, что нас будет ждать. А по самому противостоянию с немцами, я так понимаю, смысла особого нет. У нас, во-первых, армия слабая. Во-вторых, даже если мы пойдем в атаку, мы мало что от этого выиграем. Ну хотя можем вот так вот посмотреть просто, что нас ждет при таком раскладе. Ух, ух, ух. Смотри-ка, немец зашел. Вот это нежданно. Немножко было, советы отступили. И все неприятно стало. Ого, и как он давит хорошо, серьезно. Вы просто посмотрите, как он хорошо давит. И это перешло под наши земли. Ну вы видели, да? Просто как сразу под наши земли все это перешло. А, так мне от советов отошли территорию. Хорош. У нас теперь есть выход к морю. Давай тогда конвойчики сделаем. Видимо, у нас тут какими-то скриптами все это добро передалось. И это, конечно, выглядит весьма и весьма больно, я бы вам сказал. Немцы здесь вовсю прям давят. Они меня такими темпами, да, начнут дальше выдавливать. Что как-то тяжеловато пока смотрится. Я думаю, мы нормально так в обороне постоим. Ага, постоим в обороне. Ну смотри, как выдавливают активно. Надо как-то все-таки здесь задержаться. Хотя подожди, задержаться. Смотри, они все дальше, дальше идут. Даже тамиры уже дошли. Они выдавливают отсюда советов. И в итоге мы с вами тоже понемножечку отдавливаемся. Ладно, давайте тогда будем ручками, наверное, руководить, раз такое дело. С Австро-Венгрии, я думаю, можно отводить армию. Там не так страшно. А вот здесь с немцами на границе надо укреплять. Придется изо всех сил здесь как-то строить оборону. Надеюсь, у нас с вами это выйдет. Даже три моих пехотки, смотри, не выдерживают натиск немцев. И это с учетом того, что у нас есть бонус на атаку. А вот здесь, кстати, с снабжением. Да, все проблемненько стало. Но вроде пока держим. Надо сдержать этот узел обязательно. Дорогу тоже надо сохранить. Ох. Какая тяжелая у нас судьбинушка-то, да, прям со старта. Так, ну и Донская Советская Республика беляет войну. О, у нас тут восстание коммунистов. Виктор Ковалев, человек из народа, ответственный работник. И продолжаются, продолжаются атаки. Ни в какую не можем сдержать, серьезно. Да вас вроде же не так много. Возвращайтесь, возвращайтесь, держите из последних сил. Хороший генерал, кстати, но... Или они просто в бой не успевают вступить, скорее всего. Ротация не... А нет, ротация успела пройти. Конечно, то, что мне пока Австро-Венгрия не атакуют, это прекрасно. Но не думаю, что это прекрасно долго продержится. Не-не-не-не-не, мне нельзя терять эту дорогу, нельзя. Эх, эх. А, выдавили. Хорош. Ну и Австро-Венгрия пошла в атаку. По тем самым как раз участкам, где все плохо и где все слабо. Доживем ли мы с вами вообще домахно? С учетом того, что у нас еще и Россия против нас что-то оправдывает. Вау. То есть здесь со всех сторон у нас сейчас начнется боль. Так, ладно. Тогда отступаем отсюда, и нам надо как-то обороняться красиво. Вопрос, как это сделать. И где нам тут встать? По реке вот здесь вот можно, конечно, чуть подвинуться, отступить. А, так еще и вот... Ух. Че, к Киеву бежим? К Киеву спасаться, потому что что-то как-то наша армия не держит фронт. Слишком какая-то рьяная атака пошла. Успел, конечно, здесь укрепиться, но толку от этого, конечно, такое себе. Так, давай отступаем здесь. Отступаем. Почему ты-то не отступаешь? Отступай. Пытаемся как-то стоять, обороняться. Хоть и выходит это своеобразно, но пока стоим. Бельгия у нас поражение терпит. А что у нас, немец в атаку пошел? Воу. Немец уверенно в атаку пошел. Видимо, мира мы здесь пока не дождемся. Он пытается выигрывать. Просто, знаешь, ротациями, ротациями как-то пытаешься выживать. Ну и в Киеве должен начаться всеукраинский съезд Советов. Большинство на нем, скорее всего, займут большевики. Это непосредственно угроза, так как концентрируются рождебные силы. А не следует вмешиваться, да? Аннексируют украинскую народную. А, ну то есть, это переход, скорее всего, в коммунизме, я так понимаю. Это мирный путь как раз перехода в коммунизм. Но мы хотим махну, да, заценить. Поэтому мы не разгоним их, просто помешаем заседать. Коммунизм, изменение популярности. Хорош. То есть, также через время нам, скорее, сейчас будут мирные переговоры с Германией даны. И вот по ним, кстати, вопрос, что нам выбирать. А. Окей, окей. Вот войск РСФСР в Харьков. В итоге у нас тут выбор. Я нужен в Харькове. Мы с вами, получается, сядем за Украинскую Народную Республику Советов. Либо же война за Украину началась. Получается, мы остаёмся нашей Украиной, да? Так. И что мы с вами получаем? Что мы сейчас в противостоянии против Советов Украинской Республики, да? Ага. И как нам вынести эти дела? Как нам тут побеждать? Здесь вопрос, на самом деле, хороший. Потому что у нас, во-первых, вот здесь вот держава, против которой мы будем скоро времени противостоять. Вдобавок к этому здесь противники, здесь, здесь и здесь. Максимум я могу под Киев уйти просто в круговую оборону сейчас. Но стоит ли это делать? Да ещё и вопрос, что и как здесь вообще. Ладно, мы отступили, во-первых, отсюда. Мы земли сдали, получается. Румыния? Я даже пока особо не представляю, что нам против этого делать. В Харькове 10 дивизий, да, где-то? Да, где-то 10 максимум. Ещё у Советов дивизия, но они пока отвлечены. Ну, не знаю, давайте тогда до Киева отступим. А на остальные земли дадим врагам пока зайти, потом мир заключать будем. Я не знаю, как он тут тоже настроен, но... Пока всё не так хорошо, чтобы обороняться всем и вся. Давай понемножечку отступать. Уводить эти войска как раз на фронт к Харькову. И вопрос, что с Харьковом? Здесь до 9%. Ух-ух-ух-ух-ух. Здесь при любом раскладе, скорее всего, придётся прям до конца бодаться, да? Да, он призвал эту страну, как я и подозревал. Давай тогда, наверное, пока вот сюда вот попытаемся как-нибудь пробиться. Ага, смотри, идеально. Успел прям вовремя. Хотя бы Одессу просто отберём, чтобы с этого фронта было полегче. Но эту дивизию пока под Харьков. Давай уведём. А, выбил. Подожди, ты серьёзно выбил эту армию? Я сюда как бы пехоту элитную привёл. А, ну у них организации нет. Я понял. У них просто нет организации. Не говоря о том, что у них людей-то тоже нет. Чем обороняться, если нет людей? Есть советы? Есть предложения? У меня пока нет. Так, ну может быть мне дадут в Одессу зайти, конечно, как вариант. И тогда будет просто капитуляция. А, ладно, пока будем обороняться так, по странной системе. Организации здесь особо не восстанавливаются. О, Кубань. Жесть, 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 жесть. Да Киева откидывают. Ну пока стоим. У меня вопрос, что здесь? На 200, да, защита? Даже если я переведу пехоту, то это вряд ли что-то решит. Да, она даже пробить не может. При прочих равных. Надо бы отсюда отступать, но пока не готов. Хотя, наверное, угроза с советами всё-таки поопаснее будет. Так, Верден пал. Здесь нас уже через Черкасса. Смотри, просто как продавливают. Чисто от побережья хотят отрезать, получается. Так, Кубань готова. А, ну здесь просто в прорыв такая дивизия ушла, забрала все земли. Нас уже просто с севера вовсю давят. Ну давай отступим под Киев, ещё одну дивизию отведём. Здесь ещё дивизию отведём, вот сюда вот поддерживать. Будем тогда с основного фронта понемножечку войска уводить. Пытаться как-нибудь сдерживать наступление здесь. Людей просто не хватает, поймите. Рекрутов нет. Так, ибрецкие переговоры. Между нами и центральными державами на данный момент происходят мирные переговоры. Возможно, нам стоит начать параллельные переговоры о мире с Германией. Это позволит нам де-факто получить дипломатическое признание странных держав и получить их поддержку в борьбе с большевизмом. А, союзником Антанты можем стать? Подожди. Но мы же не союзники Антанты. Нас с Антанты готовы к себе взять? Подкрылышко, да, добровольно? Даже не знаю. Вот это выбор, на самом деле, очень интересный. Я потому что не особо понимаю, к чему и куда мы придем по итогу. То есть, например, отправили делегацию. Мирные переговоры. Я понимаю, нас, скорее всего, часть территории отожмут. И мы ничего особо не получим. Здесь же. В статусе союзника Антанты. То есть, нас Антанта, получается, к себе возьмет. И нам поможет? Если так, то в этом смысл есть. Давайте сохранку здесь сделаю. Мы потом с вами просто посмотрим другие варианты. Я просто хочу, давайте, например, подожжим войну в статусе союзника Антанты. В Антанту нас не берут. В Антанту мы не вступаем. Просто я думал, мало ли нам Антанту тогда дадут. Нет, здесь такого нет. Ладно. Давай здесь попытаемся закотлить эти дивизии. Здесь же, в свою очередь, продолжаем атаковать в Полтаву идем. Вообще, надо бы по узлам работать. Ну, в принципе, ладно. Тогда вот так вот через верх в Полтаву пойдем. А здесь до Харькова, да, надо бы дотопать. Ну да, мы смогли здесь дивизии закотлить. Но толку от этого все равно мало. Снабжение нам почти нет. Не хватает. А на север нас убили. Да. Притом так, без проблем. У нас просто организация после перехода вообще в никуда уходит. А, ты решил дальше не идти. Хорошо, одобряю такое поведение. О. Быстро наши дивизии здесь оказались под разделом. Так, все, он начал активно нас атаковать. Тогда давай я попытаюсь его закрыть. Получается, в Котлеты у него шансов особых нет. Как здесь жестко-то. Да, до Полтавы мы освободили. У нас снабжение здесь есть. Но сильно на Украину это никак не повлияет. И до Капитуляции еще все равно. До Харькова, как видите. Топать и топать. Но так, мелкими частями, мелкими силами, пока пытаемся что-то сотворить. И очень сильно у нас падает именно организация. То есть, как ни старайся, организация просто в никуда растет. И ее ни на что не хватает. Да. Получается, мы именно из организации сейчас будем проигрывать. Потому что ее просто нигде нет. Мои дивизии кое-как прям стоят. Давайте вот это вот сейчас должны закрыть. Здесь мы к Харькову приближаемся. Ну давай, я в тебя верю. Здесь прекрати атаковать, пускай он сам проатакует. Здесь продолжай атаковать. Он меня закрыть хочет? Да, он меня закрыть хочет. Отступи, пожалуйста. Успею? Успел. Отлично. Не дал себя закрыть. Здесь тоже пока все нормально. И о, наконец-то. Я это сделал. Вы посмотрите. Под Одессой сейчас. О, серьезно? Он наступил с Одессы. Ну-ка, давай сюда. Быстренько, быстренько, быстренько. О, хорош. Все. Атакуй мою армию. Я не против. Главное, что мы сейчас Одессу сможем забрать. Самое важное здесь. Давайте кривой рог заберем. Все, ты, получается, капитулируешь. Одесская Советская Республика терпит поражение. Прекрасно. Первая небольшая победа. Здесь нам еще восстановить бы как-нибудь... А, мы снабжение сразу никак не восстановим. Здесь дороги-то нет. Ну да, тоже верно. Особо мы от этого не выиграем. Да, фронт широкий. Единственный плюс, что пока Советы отсюда не сильно атакуют. Лишь местами парочку дивизий привели и все. То есть, благодаря этому мы пока как-то живем. Но тоже сильно на это радоваться не стоит. Так, продолжаем атаковать. Продолжаем атаковать. Здесь можем котелок сделать. Кстати, давай котел здесь организуем. Выведем из строя дивизию. Вот, успели. Здесь тогда атакуем. Будем понемножку так аккуратненько сдерживать врага. Не знаю, стоит ли его здесь закрывать. Скорее всего, его дивизия. Вот какая его дивизия? А, это такая же, как эта. Ух, тогда закрываем. То есть, это дивизия ровно в две эти. Вообще тогда они опасные. Серьезно, это тоже две, да. То есть, у них получаются такие же дивизии здесь. Просто слабенькие две милиции. Так, Амур. Белый мир. Здесь мы закрыли армию. Давай в Харьков. Давай здесь продвигаться. Здесь уже, да, советские дивизии. Они уже крепенькие. Мы с ними так легко здесь не можем разобраться. Ой, как больно давят. Так, давай все отберем. Чтоб у нас просто внутри прогалов здесь не было. Так, Харьков мы взяли. Вернули его под свой контроль. Ну, еще 38, да. Еще далеко не быстро. Мы дойдем до конца. А что здесь у нас? Серьезно, мы и против Донской Советской Республики. А, они все вассалами становятся. Понятно, почему тогда. Ну, давай. В Белгород зайдем. А нам надо в Белгород? Не, узла там нет. Поэтому смысла в этом особого я не вижу. Давай лучше до победных территорий попытаемся добраться. До Луганска, например, добежать. Здесь также заберем победную территорию. А, подожди. Давай вот так вот. Гражданская война в Финляндии. И... Воу-воу-воу-воу. Все ближе, ближе к Киеву стоят. Все ближе и ближе. Тогда давай вот эти вот дивизии сюда. Чтоб у нас под Киевом была защита. Так, моя пехота немножко организацию давай восстановит. Ступит в бой. И после этого ей должно быть попроще, я надеюсь. Так, прекратить атаковать. Здесь давай закрывай. О, смотри, что творит. Пытается изничтожить меня. Не, это да. Это дивизия на двоечку. Мне не страшно, такая дивизия. Моя пехота прорвет ее вообще без проблем. Что она, собственно, и делает? Ну-ка. Ну-ка. Отлично. Хорошо. Хорошо заходим. Котлы делаем. Я так понимаю, нам придется от котлов именно отыгрывать. Это наш единственный шанс здесь. Конечно, еще бы где-нибудь рекрута взять. Я даже не знаю, нам призыв повысить можно. А можно за 180 политки. Ладно. Допустим, где-нибудь мы найдем 180 политки. Не знаю, правда, когда и каким волшебным образом. Ну, ладно. Поверим в лучшее, да? На основном фронте просто везде нас немцы атакуют. О, хорош. Все, здесь мы с вами справились. Этот котел закрыт. Здесь тоже котел закрыт. Давай в Александровск. Эту армию чуть восстановим, попытаемся протаковать. Ну, более-менее идем. Ладно. Мне, кстати, по модификаторам интересно. Во, перемирие на время переговоров. Но мы как бы перемирия на время переговоров-то не делали. Мы же продолжение войны с Германией прописали. А у них тоже такие же дебафы. Подожди. Ну да. Бонус к атаке, бонус к защите. То есть, они теперь вообще нас пробить просто не могут. Все равно защита какая-то есть. Вот почему тогда мы так хорошо здесь стоим. И вот почему мне нельзя его пускать дальше. Давай. А в оборону. Ну, то есть, мне теперь каким-то образом надо и немцев оборонять. Пытаться. И здесь, на этом фронте, себя чувствовать хорошо. Давай, наверное, тогда на немецкий фронт просто будем сводить вот эти вот дивизии. Ну, бесполезные, которые здесь особой роли не играющие. А в противовес этому приводить что-нибудь сносное. Ну, как идея. Именно как идея вот так вот действовать. Может быть, тогда у нас будут шансы. Так, Александровск взяли. По капитуляции. Да, да, конечно. Столица сюда переехала. Понятное дело. Никакой капитуляции. Так, а если я зайду сюда? Не, просто вот в эту пробку. Пожалуйста, не надо дальше атаковать. Не надо. Давай здесь котел лучше сделаем. На все вот эти вот дивизии. Так, здесь я могу выдавить? Да, могу продавить эту дивизию. Вполне себе. Давай приведем еще одну армию. Генералу мы... Ничего прокачать, к сожалению, не можем. Здесь заходим. Не хватает немножко, да? Ага, смотри, сверху еще заходит. Здесь отступил. Ой, молодец какой. Все. Здесь мы справились. Сейчас можем это добро закрыть. Еще бы организация вот устанавливалась побыстрее реально. Не вот так вот медленно, как она это делает. Было бы прекрасно. Ну ладно, как есть пока. Так. Сюда вот тогда отведем. Котел мы сами закрыли как раз. Эту дивизию опять же. К Харькову тогда. Здесь можно гуляй-поле забрать. Ну и попытаться дальше котлить тогда вот эти вот дивизии, которые есть. Да, на основном фронте, конечно, все печальненько-печальненько, я вам скажу. Хорош, забрали. Здесь, скорее всего, уже дивизий особых не будет. Вопрос, что вот здесь вот. Это, получается, у нас Донская Советская Республика. Она себя ощущает неплохо. У нее, кроме того, Ростов-на-Дону еще под контролем. Так что, скорее всего, именно из-за него она еще не капитулирует и будет держаться. Ну и двигайся, давай, двигайся. Нам сейчас надо закотлить здесь еще армию. Здесь против двух дивизий стоим. Вообще красиво. Ну и опять же, мне бы какие-нибудь двухкасочные сейчас взять. О, пошел в атаку. Пошел, 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 родименький, давай. Решил вырваться из нашего котла. Ну нет, так легко у тебя это не выйдет. Не надейся даже. Давай-то Ганрог здесь заберем. Я так понимаю, они здесь очень, ну, очень-очень заняты и все. Все, Украинская Народная Республика Советов терпит поражение. Поздравьте нас. Хоть небольшой успех. У нас, кстати, с промкой все получше. Давай обратно возвращаем. А, мы не можем закупаться. А у кого мы можем закупаться? А, мы ни у кого не можем закупаться. У нас просто по факту нет сталь. Грустная новость, но мы с ней ничего поделать не можем. Давай сюда еще больше войск. Тогда попытаемся вот это отобрать, чтобы у нас здесь... А, у нас дороги здесь и так есть. Просто узла нет. Хорошо. Тогда отводим эту армию сюда. И нам, получается, каким-то образом надо теперь в Советский Союз прорваться. Что меня, конечно, не очень радует. Ибо я вроде как выбрал просто посмотреть, что нас ждет с Советским Союзом, а не воевать с ним напрямик. Но судьба такова. Да, Мурскую область поражение терпит. И давай в Юзовку тогда переходим. Здесь мы Даганрог сейчас заберем, надеюсь. Лично Юзовку забрали. Даганрог пал. Что по тогда Донской Советской Республике получается? Нам тоже столицу скорее всего надо, да, будет забрать? Да. Столицу заберем, она капитулирует. Фух. Так, это у нас что? Советская дивизия идет вот так. Давай, иди. Радименька, иди. Я только за. В Белгород он меня, естественно, не пустил. Ну-ка. Интересно, он даст себя закотлить? Да, дает. Прекрасно. Мне нравится такой расклад. Да-да-да-да-да, давай-давай-давай. Действуй, действуй, действуй. Здесь можем прорваться чуть наверх. А, мы, кстати, можем здесь котел сделать. Погоди. Да. Хорошо. Котелочек готов. Здесь котел мы тоже с вами закрыли. И, наверное, даже можем еще один котел прописать. Давай в Белгород пробежимся. А, понятно. В Белгород мы не пробежимся. Прекращай атаку. Здесь тогда попытаемся в Белгород пробежать через это направление. Просто куча мелких таких атак. Битв. Но мы вроде пока сдерживаемся. Так, в Белгород. То есть, из двух направлений Белгород пробить. Уже хорошая атака. Во, понимаю. Идем. Так, здесь мы пробились. И я могу попросить правого прохода? Ну, давай попросим. Просто нам надо будет с вами дойти до Ростова тогда. На Дону. Чтобы эту армию тоже убрать. И все, котел здесь готов. Прекрасно. Отступаем одной дивизии сюда тогда. Из Харькова. И вот так вот. Чтобы он из котла не вышел, пока мы его выбиваем. А то, видишь, новая дивизия подводит. Не хотелось бы, чтобы он все-таки вышел и выжил. Так. И так. Прекрасно. Минус одна дивизия сейчас будет. Здесь что? Ты не хочешь проатаковать со всех направлений? Давай. Так, у нас новая доктрина с вами доступна. Вся пехота, защита и укрепленность. Хорош. Ячейка исследований. Что мы с вами возьмем? На оборону? Или подожди. За 38 дней. О, давай. Атаку. Быстренько сейчас прокачаем себя. Все. Здесь мы с вами забрали. Получается, давайте сюда и сюда. Чтобы со всех направлений Ростов-на-Дону сейчас с вами пробить. И военная пропаганда. Нам нужна бы, но нам надо сейчас на смену призыва. Хотя, с другой стороны, может, у нас есть политик какой-нибудь, который нам даст этот призыв. Давайте посмотрим. Здесь, конечно, полно в разных разделах. Может быть, где-то в армии он как раз и есть в военном руководстве. Специалисты на организацию как раз. То есть, здесь как такового советника, который народ нам даст, вроде как, не должно даже быть. И давай Ростов-на-Дону пробьем. Отлично. Две наши дивизии справляются этим делом. Так, тогда здесь под Белгород всю нашу армию переводим. Ну, пока нормально. Пока идем. Пока все хорошо. Могло бы, конечно, быть и лучше. Но как есть. Что у нас, кстати, здесь у российской... Ой, смотри-ка. У России-то здесь Оренбургское казачье войско как хорошо в атаку-то пошло. Прям разрывает. Она сейчас на два... Она до два фронта Россию разделила. Серьезно? А, ну у нас есть шанс, если так подумать, даже при таком раскладе-то. Давай повосстанавливаем силы. Атакуем здесь. Правда, атака очень маленькая. А, ну государство, ночь, погода. Так, Донская Советская Республика капнула. Мне, правда, вопрос, а он мне мою территорию вот эту не передаст? Нет, он просто считается ее. Ну ладно. Конечно, здесь очень сильно давят. А можно я как-то обрежу линию? А, линия снабжения уже обрезана. Нет, еще есть. То есть можно пытаться просто линию снабжения тогда подцариться, нам обрезать сейчас. Этими двумя дивизиями. И, может быть, мы тогда спасем. И Дон Кубанский сейчас будет себя ощущать попроще. Давайте попробуем. Сейчас у нас правопроходы все равно есть. Давайте здесь и протакуем. Вопрос только по снабжению здесь. Что-то как-то очень плохо с ним все. А, его просто не будет ровно до Царицына. Я понял. Ну, до Царицына, так до Царицына. Выбор очевиден. До него идем. А, попытался прикрыть. О, я, кстати, смеялся поначалу, а потом так-то увидел, что да, хорошая идея прикрыть Царицын. Мы его пробить-то не можем. А если я здесь отвлеку тебя? Может быть, это нам шанс даст. Так, здесь пока все нормально на этом фронте? Воу. Выбил просто как вниз себя, да? И давай отступаем, пожалуй. Он сейчас может оттуда Дон Кубанскую дивизию выдавить. Будет плохо. И все, Германская Восточная Африка терпит поражение. А, нам это неинтересно. Нам это ничего не дает, если так сказать. К сожалению, мы никак к Царицын продавить все не можем. И не можем. Англоафганское противостояние начинается. Здесь нас тоже начинают атаковать. Но мы вроде... А, не сдерживаем. Там слабенькая дивизия, чтобы сдержать. У меня больше вопрос, немцы как? Немцы до Парижа дошли. Я надеюсь, они не капнут. А то сейчас так Париж капнет, и будет, конечно, вообще весельем. Так, ну ладно, здесь тогда пока стояние. Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь тоже нам снабжения не хватает. Куда мы тогда можем выдвинуться? В Новороссийск отбить? Давай попытаемся Новороссийск отбить. Может быть, в этом смысл будет. Пожалуй, на данном моменте первую часть мы с вами заканчиваем. Надеюсь, она вам была интересной. Ситуация у нас такая тяжеленькая. Немного ее стабилизируем, но все равно пока не знаю, что нас ждет дальше. Если вам зашло, то поддержите данный ролик своим лайком и комментом. Это очень важно для продвижения ролика. Также подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в новых видео.